А начнем со скандала вокруг острова Татыша. Сотрудники организации Центра реализации социальных проектов, которые делают его уборку, жалуются на нечеловеческие условия труда. Чем они вынуждены заниматься и почему руководство позволило ситуации выйти из-под контроля, разбирался Денис Денисов. Честно, доплачивайте за лед. И за каши травы тоже. Честно, доплачивайте. Нам больше ничего не надо. Сергей Головин говорит от лица всего своего коллектива. Он и еще 20 человек занимаются уборкой острова Татышев. Но, по словам Сергея, руководство постоянно заставляет их заниматься не своей работой. Несколько лет назад навязали уборку и заливку катка. Признается, что тогда расписался в бумагах, не глядя. Никаких надбавок ни он, ни другие люди из бригады за это получать не стали. Плюс ко всему, в теплое время их начали вывозить, убираться на других объектах с островом, никак не связанных. Кошение травы не входит в наши обязанности. Они были обязаны составить дополнительный наряд или распоряжение, по которому идет отдельная оплата. А это, вот вы представьте, вот эта территория острова Татышева, и плюс 400-летие, плюс Сипсталь, наказания нету, потому что документально это не установлено. Это только может сделать или прокуратура, или суд. В такой ситуации оказались и другие сотрудники острова Татышев. Все устроены в центре реализации социальных проектов. Бывшая дирекция спортивно-массовых мероприятий. О проблеме они долго молчали, боялись увольнения. Но после проверки трудовой инспекции убедились в том, что им не доплатили много денег. Тогда и написали петицию в Корсовет. Сотрудники этого муниципального предприятия обратились ко мне, чтобы мы все-таки оказали какое-то содействие и помощь. Поскольку они полагают, что в данной ситуации, ну, справедливости сложно найти на острове Татышев. Они видели, как на своем, ну, не на своем примере, я бы сказал, даже на примере малого бизнеса, что, к сожалению, тяжело найти справедливость там. В петиции также сказано, что работать заставляют в неподобающих условиях и на старой технике. При таком подходе за благополучие такого знакового объекта, как остров Татышев становится боязно. Ведь в последние годы он продвигается не только как символ города, но и грядущие универсиады. В какой-то степени в этой истории виноваты и рабочие, которые не проявили бдительности. Но правда и в том, что ситуацию до точки кипения своим отношением довело руководство, по сути, муниципальной организации. По телефону же руководитель Центра реализации социальных программ Иван Браман рассказал, что проверка никаких нарушений не нашла, а доплаты у них якобы все выдаются. Уже на среду в расписании городского совета числятся заседания рабочей группы, где депутаты намерены задать директору целый список неудобных вопросов, которые скапливаются вокруг острова Татышев. Денис Денисов, Валерий Чащин, 7 канал.